Дорогие коллеги, сегодня мы поговорим о русской орфографии. Часто ли вам приходится писать по-русски? Да, часто. Насколько вы любите писать по-русски? Любите писать. Все любят писать по-русски. Я очень рад. Я тоже люблю писать по-русски, очень люблю русскую орфографию. И как раз мы сегодня о ней и поговорим. Часто ли вам приходится допускать орфографические ошибки? Приходится, да, орфографическая ошибка. Что вы чувствуете, когда вы находите в своем тексте орфографическую ошибку? Вот вы написали, отправили письмо, стали перечитывать или уже ответ получили, и вдруг видите... Стыдно. Ощущение, что удача-то из аналогов, которые были раньше. Действительно, известная, можно сказать, гениальная российская актриса Фаина Георгиевна Раневская говорила, орфографическая ошибка? Ничего страшного. Это как хлоп на белой блузе. Стряхнешь, но очень неприятно. Орфографические ошибки, они встречаются. И сегодня наше занятие будет посвящено истории русской орфографии. Я попробую вам объяснить, почему русская орфография существует в таком виде. Почему она такая? А вот какие чувства у вас возникают, когда вы видите ошибку в чужом тексте? Ну как же он мог написать такое? Особенно, если доктор наук какой-нибудь пишет, да, и вот тут ты видишь грубую орфографическую ошибку. То есть в своем тексте, ну ладно, так стряхнул, забыл, неприятно, немножко стыдно. А вот когда в чужом видите тексте, да, как же он мог допустить такую ошибку? Вот, но ошибки, как я говорю, студентов всегда, и вам тоже самое скажу, для русской орфографии они обязательны. Без них русская орфография невозможна. Вспомните Пушкина, как уст румяных, без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Да вот, Пушкин под грамматической ошибкой, конечно, имел в виду ошибку в написании. Ну и сейчас я вам покажу, что ошибки бывают везде. Видно, да? Так, во-первых, грамматическая форма. Посмотрите, как написано слово «аккумуляторы», да? Две буквы. Да, по-другому должно писаться. Так, хорошо. Известный актер. Нравится без мягкого знака, должно быть написано. Навстречу, конечно, да. Должно быть слитно, потому что это предлог. Суперкомедия, конечно, пишется слитно. Да, суперкомедия. То есть мы можем самые разные. Ну, пишется с буквой «г». Произносится иначе. Так, здесь много мелких, да, букв? Нашли, да? Да, хорошо. Так, увидели, да? Ошибку. Так. Ну, здесь уже пунктационная ошибка. И вега, да, съешь сколько сможешь. Ну, и вот перед вами текст. Доказывать, что грамотность наших школьников сильно понизилась, значило бы ломиться в открытую дверь. Это обнаруживается на приемных экзаменах высшие учебные заведения и техникум, при обследованиях школ и вообще везде, где приходится наблюдать людей, обучавшихся письму в последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее время по этой части все обстояло благополучно. Вопрос о поднятии грамотности всегда стоял на очереди. Но надо откровенно признать, что сейчас этот вопрос приобрел совершенно необычную остроту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев нашей школы отнюдь не преувеличены. Так. Но в целом вы согласны с этим утверждением? Увеличивается безграмотность. Да, ну, это было сказано Львову Владимировичем Щерве в 1927 году. Здесь не надо было искать ошибки. Что вы нашли? Но ее, здесь текст не для школьников, да, а ее я могу сказать сразу, да, ее относительно новая буква. Больше ста лет она была вне закона, эта буква. То есть ее не было в русском алфавите, но она была в практике письма. Да, и когда эта буква вошла? В принципе, она вошла после реформы 1917-18 годов, когда обновили. И сейчас требования только к учебным текстам, включаем ее. Газетные, научные не содержат этой буквы. И даже несколько лет назад Конституционный суд Российской Федерации принял решение о том, что принимаются документы, где есть расхождение написаний букв Е и ЙО. Потому что было очень много судебных исков, не признавали документы, там, Семенова, Семенова. То есть в одном учреждении написали и поставили две точки, а в другом учреждении выдали документ и точки, допустим, диплома в образовании и точки не поставили. Но сейчас эти документы приравниваются, то есть не придираются к этому. Итак, давайте попробуем объяснить. Вот такая вывеска над магазином. Почему так написано? Элитный американский холодильник. Почему все с большой буквы? Да, 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 наверное. Три слова. Три слова, чтобы каждое слово запало в сознание. Ну вот уже нет, к сожалению, новосельского монстра этого магазина. Да, да, да. Почему так написано? Класс, три восклицательных знака, но есть чтение. Магазин назывался «Классное чтение». Книжный магазин. Прописные и строчные буквы, знаки припинания внедряются. Вы думаете, это ошибка специально так написана? Конечно, специально. Да, и здесь вывеска на магазине, тоже можно считать ее рекламой. Вот еще одна с нами. Без проблем и две буквы «М». Здесь вообще смешение, да, латиницы и кириллицы. Слово «энтер» включается в слово «интересней». Является ли это нарушением русской орфографии? Но это значительно влияет на восприятие написания слов. Ну и вот моя любимая. Жи, ши, как хочешь, пиши без знака припинания. Ну это, понятно, кредитная карта банка. Да, то есть пишите, как хотите, лишь деньги приносите. Итак, орфография приобретает такое вот прагматическое и политическое значение. Ну давайте с вопросов. Зачем нужно грамотно писать? Ну сразу, первое, что приходит в голову. Чтоб не раздражать других, да. Мы видим, какие чувства вызывают всегда. Неправильное написание. Еще зачем? Неграмотное написание может принять значение слова. Конечно, согласен, да, в русском языке. Целый словарь есть слова, отличающиеся одной буквой. Одну букву заменьше, получается совершенно другое слово. Есть такой словарик орфографический, очень интересный. Так, еще. Зачем писать по-русски? Смотрите. Ну, он относительно небольшой, но да, есть орфографических словарей около тысячи уже самых разных, да. Чтобы было понятно, ну, вот как понятно, жиши как хочешь, так и пиши, будет все равно понятно. Так, зачем писать грамотно? Это величество. Это уровень образования, да. Мы написали, и вот наша визитная карточка, да, наша речь. Что значит быть грамотным? Сколько ошибок можно делать на сто слов? Вот вы написали сто слов, ни одной ошибки, ноль ошибок. Значит, вы грамотный, ноль ошибок сделали. То есть вы не допускаете, не принимаете, что грамотный человек может на сто слов допустить одну орфографическую ошибку. Или две, или три. Я не понимаю, что это. Если правильно, значит, что правда. Понятно. Можно, да? Это не значит, что он не грамотный. Это не значит, что он не грамотный. Ну, парочку ошибок, да, допустил в письме. Ничего страшного. Какие написания не регулируются современными правилами? Сейчас вот я вернусь к предыдущему вопросу, да, критерии оценки школьных работ в России все время, да, вот теперь плавают. То есть раньше были очень строгие, и долгое время эти критерии держались. Но сейчас вот эти критерии мало что подходит. И регулярно, я вот как эксперт единого государственного экзамена, каждый год почти меняют критерии оценки орфографии и пунктуации. То вверх, то вниз. То есть вот эта такая планка двигается. Потом выпустили большой такой текст методических рекомендаций, где сказано, что многие-многие написания, в том числе и пунктуационные знаки, не должны засчитываться при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. То есть вот такое все время послабление идет. Почему оно идет? Потому что очень много ошибок в письменных работах. Иначе, да, никто не сдаст. Какие написания не регулируются современными правилами? Знаете ли вы такие написания, которые нельзя, то есть группу написаний, для которых нет правил? Что это значит? Это значит, что ты пишешь воплощадь, что это значит? Боюсь, что это значит. Саимованные знаки, может быть, новые, но это появившиеся. Только появившиеся слова, хорошо. Да-да-да, только появившиеся слова. Еще какие? Это очень нестанирующие, то есть они не применимы к нашим правом сайту сейчас. У нас нет никаких определенных, скажем, или така. Ну, хорошо. Так, как изменяются нормы письменности? Вот с чем связано в вашем представлении изменения? Когда можно поменять? Валерий Анатольевич рассказывал на первой лекции, да, две недели назад. Вдруг на сайте Министерства просвещения появились новые правила, потом исчезли. И неделю журналисты это обсуждали. Появление, исчезновение. Ошибка это была или чья-то акция, или еще что-то. Вот как изменяется? Изменяется стремительно. А кто их должен менять? Вот закрепили написание какого-нибудь слова, и все. Любимое мое слово «прийти», да. Как напишите, закрепили его один раз, и теперь так пишем, мучаемся. Многие пишут неправильно. С чем это связано? Ну, хорошо. Может быть, после лекции ответ на этот вопрос появится. Да, вот самый сложный вопрос. Какими словарями и справочниками пользоваться? Для проверки написания. Ну, далее уже не отражает орфографические нормы современные. Вот что по орфографию проверить? Не знаем мы, как пишется слово. Как мы его проверим? В интернете задаем, получаем варианты. Один написал так, другой так, третий так. Там даже и слово, которое известно, как писать, иногда задаешь, и все равно тебе выскакивает написание с ошибками. Если просто через поисковую систему. Ну, и самый сложный вопрос, да, как изучать русскую орфографию, особенно в иностранной аудитории. То есть самое сложное – это вопрос обучения орфографии. Ну, вот начнем с проверки. Кто стопроцентно грамотный и готов сказать, как пишутся эти слова? Не бойтесь ошибаться. Вот слово «кристалл» заимствованное пишется с двумя буквами «л». А как пишется слово «кристальный»? С одной буквой «л». Кристаллический – с двумя буквами «л». А кристаллик – с двумя буквами «л». Оперетта пишется с двумя буквами «т». Образованное прилагательное опереточное пишется с одной буквой «т». А перетка с одной буквой Т. Я же говорил, что русская орфография очень веселая. Группа пишется с двумя буквами П, а группочка с двумя буквами П. Группка с двумя буквами П. Группорг, слово уходящее из языка, организатор, организатор группы с одной буквой П. Совершенно верно. Ну вот любимое нами слово программа с двумя буквами М, слово заимствованное, программный, как пишется. Так что, голосовать будем? С двумя буквами М. Программист с двумя буквами М. И программка с двумя буквами М. То есть видите, как все просто и легко в русской орфографии. Математик никогда не просчитает все варианты. Антенна. Две буквы Н. Антенка. Антенчик. В разных словарях по-разному. Слова антенка и антенчик в разных орфографических словарях даются с разным написанием. В одном словаре дается с одной буквой Н, а в другом словаре с двумя буквами Н. Тонна. Две буквы Н. Двухтонный. Две буквы Н. Пятитонка. Пятитонка – это машина, которая может перевозить пять тонн. Одна буква Н. Имена собственные. Кирилл – две буквы Н в отчестве. Две буквы Н. Да, можно в паспортный стол идти работать, да, выписывать документы. Кириллович. Кириллка уменьшительная. С одной. Так, открываю. Варианты. Вот они все. Босс – это большой орфографический словарь. Рос – это русский орфографический словарь. Да, просто если написать длинно получится. Ну, а теперь самое простое задание – сформулируйте правила. В каких случаях мы сохраняем удвоение согласных в корне в русских словах, которые образованы от заимствований? Вот первое слово, которое идет в строке – это заимствованные слова. Они пришли в русский язык и получили такое написание с двойными согласными. А это уже по русским моделям. Словообразователям образованы. Да, получились слова прилагательные, уменьшительные. Вот от чего это зависит. Правило. Правило всегда содержит условия и результат. То есть, если есть суффикс «а», то в корне мы пишем букву «и» с чередующими согласными. А если нет суффикса «а», то в корне пишем букву «е». То есть, если так, то так. Если по-другому, то по-другому. Здесь все легко и просто. Не нужно ломать голову. В справочнике написано так. В русских словах, образованных от заимствований с удвоениями, чаще всего двойные согласные сохраняются. Но иногда не сохраняются. Список исключений открыт. То есть, мы можем сказать, что вот это правило и некоторые другие не регулируются в современной русско-орфографической системе, не регулируются правилами. То есть, есть общая тенденция, чаще сохраняются. То есть, таких слов действительно больше производных. Но это не действует всегда. То есть, или нужно менять систему написания. Допустим, в слове «кристальный» писать две буквы «л» и всегда сохранять. Или, наоборот, сказать, что в русских словах, образованных от заимствований, никогда не сохраняется. И тогда «кристаллические кристалли» писать с одной. То есть, или так, или так поменять написание и подвести под определенное правило. То есть, чтобы условия и следствия у нас наконец-то сошлись. Но пока такого не происходит. Итак, открыл уже слайд, не задал вопрос. Почему же это так? Ну, все, ни для кого не секрет, все знают, что русская письменная система – это кириллическая система. Кириллическая система приходит на Русь и объединяет. Это то, что объединило Северную и Южную Русь. Новгородская республика, представляете карту России, и Киевская Русь. Единая письменная система. Долгое время считалось, что это первое, что до этого не было, никак не писали. Но на самом деле давно уже нашли, в начале 20 века, и под Новгородом, и на юге, различные берестяные грамоты и так далее с другим типом письменности. Но вот на Севере были черты и резы, так называемые. О них в интернете много информации. Но до сих пор эта система не восстановлена полностью, как письменная система. Отдельные надписи переводятся каким-то образом, а в целом системы нет. То есть это были разные письменные системы, что, конечно, мешало объединению живших на этой огромной территории народов. И введение в 9, 10, 11, когда это постепенное было, искоренение других письменных систем позволило объединить народ. То есть в чем такая вот функция, историческая функция кириллического письма? Она позволила объединить народы кириллическая письменность. И позже, когда приходит советская власть, да, и народы, где языки не имели письменности, кириллическая письменность появляется. Для казахов вводят кириллическую письменность в советский период. Для чего? Для объединения, единая система. Языки принципиально разные. Но когда письменность похожа, да, это значительно сближает, сближает не только письменные системы, но и сближает людей, сближает народы. И наоборот, переход на другую систему, латинизация, например, это разъединяет народы. Да, ну и язык вообще имеет такую функцию. Или объединять и создавать что-то общее, когда люди говорят на одном языке. Или разделять, люди не понимают друг друга, говорят на разных языках. Да, вот функция, да. Да, 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 то же самое. Да, да, язык или объединяет, или разделяет. Все знают о Петровской реформе. В 1706 году он издал указ о разделении гражданской и церковной письменности. То есть он отделил фактически церковь от государства, забрав у нее власть. Да, если мы посмотрим на результаты, то в 20-21 веке уже, если специально человек не занимался, не изучал старославянский язык, церковнославянский язык, то он не может прочитать церковные тексты. И в конце 20-го века русская православная церковь перешла на современный русский язык. Хотя надписи в храме, конечно, остаются на другом языке, южнославянском языке. То есть церковнославянский или древнерусский – это принципиально другой извод болгарского языка. Ну, вот кто-то учит их на старославянском, а кто-то учит уже на современном. То есть сейчас проповедники говорят на современном языке. До определенного времени, еще в конце 20-го века, я застал вперед, когда читали по старославянски, и понятно, что многие просто не все, что-то понимали, а что-то не понимали. И поэтому, чтобы сблизить, перешли на другой язык. Потому что не может быть два языка. Это сделали Петербург. В допетровскую эпоху все прекрасно понимали оба языка. Все обязательно присутствовали в храме, на службе, воспринимали эту речь с самого детства и понимали ее. И могли прочитать там минимально. То есть это и было обучение грамоте. Более того, что сделал Петр I кардинально, чтобы разрушить эту связь между двумя языками, церковно-славянским и русским языком? Он изменяет название букв. В старославянском языке, ну, до этого название букв кириллической письменности было словесным. Аз, буки, веди. Вот три буквы выучил на начальном уровне, да, как мы говорим. И уже может сказать, я грамоту знаю, аз, буки, веди, я буквы ведаю. Он только выучил три буквы. Вот первый урок, он уже может про себя такое сказать, он уже грамотный. И дальше там глаголь, добро, то есть говорите только хорошее и так далее. То есть за буквой стояло какое-то слово, которое могло объединяться с другими словами. И вот объединяя разные буквы, да, мы могли так называемые азбучные истины. Но после того, как Петр I в указе 1710 года буквы предписывает называть буквы слаголом B, V, так же, как они сейчас называются, вот эта связь утрачивается. Петр I собственноручно вычеркнул 10 букв, которые были дублетными, двойными, как он считал, чуждыми для русского языка. Кроме того, он избавил письменность от надстрочных знаков, множества надстрочных значков, титлы, ударения, точки и так далее. Для чего? В просветительских целях, чтобы удобнее было для книгопечатания. Очень было неудобно набирать вот эти мелкие знаки, пропечатывать их. А если знака не было, то и прочитать слово было невозможно без этого знака, по-другому читалось. То есть он открывает дорогу европейскому образованию, книгопечатанию, открывал новые учебные заведения именно в Петровскую эпоху. То есть это было сделано целенаправленно, не случайно. Это политика. После Петровскую реформу так ничего и не случилось с русской орфографией. Много об этом говорили. И Петр I уже давал Академии наук указ о том, чтобы создали единые правила написания слов. Какие-то правила попытался, уже после смерти Петра, создать Ломоносов и в российской грамматике 1755 года. Есть отдельные орфографические правила. Пытались и после Петра, но правил как таковых не было. В черновиках одного из образованнейших людей начала XIX века Александра Сергеевича Пушкина мы находим слово грамматический то с одной «м» написано, то с двумя. Такое вот вариативное написание существовало. И только в 1885 году появляется первый справочник. Русское правописание, руководство. И создал его Яков Карлович Грот по заданию Министерства просвещения. Нужно было как-то учить детей, просто запоминать слова. К концу XIX века было уже глупо, нужны были какие-то правила. И вот появляется такая тоненькая книжечка. Как вы думаете, как вас приняли? До этого 20 лет Яков Карлович изучал русскую орфографию, написал такую большую книгу об истории русской орфографии. Как вас приняли? Вот наконец-то, так долго еще с петровских времен говорили о необходимости. И многие повторяли, и Востоков писал о необходимости новой русской письменности в XVIII веке, в начале XIX века. Как восприняли? Вот вышли правила. Как у нас обычно воспринимают, когда выходит что-то новое? Конечно, какой-то немец будет нам указывать, как мы должны писать. Как писали, так и будем. Петербургские столичные студенты вышли на Дворцовую площадь и митинговали против новых правил Грота. Их поддержали петербургские преподаватели. Практически все выдающиеся ученые того времени высказались против. Предлагали категорически запретить эту книгу, чуть ли не сжечь. Но книга была создана уже по заказу министерства. Нужно ждать, когда кто-то другой еще через 20-30 лет напишет. Ситуация не позволяла. И тогда было принято, на мой взгляд, совершенно неверное решение о включении Гротовского написания в гимназическое образование. То есть тот, кто учился в гимназии, получал элитарное образование, тот учился по правилам Грота. Тот же, кто обучался в церковно-приходских школах, народных школах, когда система образования была более разветвленная в России, чем сейчас, тот обучался как учили, так и учился. То есть каждый преподаватель, каждый учитель или брал какие-то готовые учебники, или писал свои, как, например, Лев Николаевич Толстой. Открыл школу, школу открыл, учебников нет. Ну, значит, надо что сделать? Сесть и написать. Так Толстой и сделал. Сел и написал тексты для чтения, и азбуку составил, и чтение на каждый день и так далее. То есть много сделал. Тоже так же, как раз это 90-е годы XIX века, такое, например, как народничество. Слышали об этом, когда интеллигентные люди, обычно это или недоучившиеся студенты, или, наоборот, выпускники университетов, не делали какую-то карьеру гражданскую или военную, а шли в народ, открывали школы или бесплатно, или на деньги крестьян, то есть кто как мог, обучали крестьянских детей. То есть несли просвещение народ. Никто практически из них не работал по гротовской системе. То есть обучали вот этому вариативному написанию, которое сложилось. За что критиковали написание грота? Так как в XIX веке основной научный подход был исторический, сравнительно исторический подход господствовал тогда в науке, он также исторический принцип положил в основу написания. Ну, например, слово «задхлый», все знают это слово «задхлый», «задхлый хлеб», например, предложил писать с буквой «д», «задхлый», почему? Чтобы русские люди, следующие поколения, понимали связь слов. Вот то, о чем я рассказывал вам вчера на предыдущей лекции, на словообразовании, потому что «задхлый» — это задохнувшийся, задохлый. После падения редуцированных звук исчез гласный, но вот это для XIX века еще ощущалось, да, вдох, затхлый, но уже произносилось по-другому. И многие другие написания все были подчинены историческому принципу. То есть так, чтобы происхождение слова было понятно по его написанию. А читаться оно будет по-другому. Пишется так, читается совершенно иначе. То есть трудность возникала для чтения. Поэтому выдающиеся ученые того времени, Иван Александрович Бадуэн де Куртане, Федотович Фортунатов, Алексей Алексеевич Шахматов, Алексей Иванович Соболевский, Вот вы видите портреты выдающихся ученых. Они вошли в такую вот организованную орфографическую комиссию и долго добивались того, чтобы их правила были признаны. Они считали, что написание должно опираться на фонетический принцип. Как слышится, как читается, так и должно писаться. Чтобы это было удобно для обучения. Тогда в России будет больше грамоты и меньше ошибок будут делать. Да и вообще подчинить грамматики. Основатель московской школы, Очень много об этом писал подчинить грамматике, фонетике, русское письмо. Это основная его идея. В 1904 году, уже в начале 20 века, когда стало понятно, что так больше Россия жить не может, потому что сложились уже целые поколения. Одни изучали орфографию по одному своду, а другие по-другому, тот, кто не мог получить гимназическое образование. Люди по-разному обучались. То есть разные письменные языки получаются. Устный язык один, письменные разные. Это ведет к расколу нации. Что случилось в 1905 году? Надеюсь, помните русскую историю. Первая русская революция. Происходит некоторый раскол в сознании людей. Что-то не так. Это может на подсознательном уровне происходить. Орфографическая комиссия предлагает кардинально изменить всю письменную систему. Но царское правительство не может на это пойти. Все взять и в одночасье поменять. Сейчас, если на сайте выскочили какие-то новые правила, с завтрашнего дня мы пишем по-другому. Что тут началось. Поэтому орфографическая комиссия продолжает работать дальше. И значения, которые придавали орфографической комиссии, можно оценить потому, что возглавлял эту комиссию великий князь Константин. Все мы знаем его как большого русского поэта. Знаете? Под каким псевдонимом он публиковал свои стихи? А как фамилия была у великого князя Константина? Великий князь. Потомок царский. Конечно, Романов. И псевдоним Каэр. Известный русский поэт. Под псевдонимом Каэр. Найдите его стихи, пожалуйста, прочитайте. Это очень интересно. Но мы говорим о русской орфографии. Конечно, всем заправлял Филипп Федорович Фортунатов. Его ученик Алексей Алексеевич Шахматов. Если Фортунатов основатель Московской лингвистической школы шахматов, переезжает в столицу, в столичный университет, преподается в Санкт-Петербургском университете. И только к 1912 году, наконец-то, царское правительство принимает решение, ну, нужно как-то изменять русскую орфографию. Что же было не так в русской орфографии? Давайте разберемся. Например, окончание прилагательное. Ну, писали «красного», если вы видели тексты напечатанные до 1917 года. «Синяго», «большие», если в женском роде там «лампы большие», «большие», а «столы большие». Никто так уже не произносил. И «лампы большие», и «столы большие», все одинаково. Никто не произносил «красного». Все произносили, как сейчас произнесите «красного». Что нужно писать? «Ова», «красного», «синего». Вот то, что предлагала орфографическая комиссия, исключить лишние буквы. Какие были лишние буквы? Это, конечно же, буква «ядь». Две буквы обозначали один и тот же звук «и», и десятиричной, и с точкой. Видели, да, такую? И «ижица», она сохраняется, современная буква. Была еще и «ижица», которая обозначала тот же звук. Но так как долготы и краткости звуков, гласных в русском языке, не наблюдается, то три буквы для обозначения одного и того же звука явно было избыточно. Предлагалось также отменить то, что Ломоносов называл безязыкие буквы. И предлагал тоже их отменить, потому что они лишние в русской письменности после падения редуцированных. Это современные буквы «твердый знак» и «мягкий знак». Или, как они раньше назывались, «ер» и «ель». То есть принципиальное изменение русской письменности. Но решили проводить поэтапно. Не так, чтобы сразу все изменения обрушить на русский народ. А сначала поменять одну букву, написать «крас-но-го». Через три года поменять другую букву, написать «крас-но-го». А потом поменять и третью. То есть постепенно это делать. Сначала отменить букву «ер» на конце слов, а потом отменить в середине. То есть постепенно. Как казалось, так будет проще, и будут привыкать. И вообще изменения русской орфографии должны быть постоянными, так как меняется язык, и орфография должна следовать за развитием языка. Но в 1914 году начинается Вторая мировая война. Первая, простите, пожалуйста, первая, оговорился, извините. Первая мировая война, конечно. И орфографическая реформа останавливается. То есть целый год готовились, весь 13-й год готовили документы, так как это процесс небыстрый. Но 1913 год был годом экономического подъема, экономического развития России. То есть были возможности провести такую реформу, но реформа не состоялась. Затем вы сами прекрасно помните отречение Николая II от власти. Временное правительство приходит в власти. И первое, что делает временное правительство, издает декрет об изменении русской орфографии. В марте 1918 года. Но никакой власти реальной у временного правительства не было. А для изменения орфографии нужны финансы, как минимум. Возможность воздействовать на народ, репутация, авторитет. Временное правительство, как вы знаете, долго не продержалось. И уже в конце этого же 1917 года к власти приходят большевики, малоизвестная партия. Да что они должны были сделать? Вот вы бы пришли сейчас к власти в вашей стране. Что бы первое вы сделали? Вот у вас нет реально никаких средств. Казна разворована. Давайте пофантазируем. Казна нет. В армии разброты, шатания. То есть фактически армии нет. Везде свои командиры. Народ бунтует. В стране бандитизм. Власти никакой нет. Кто может, тот и берет эту власть. Что нужно сделать? Что вы можете сделать? Издать декреты, чтобы все слои населения вас поддержали. Крестьяне чего хотели в России? Землю. Декреты земле. Мы раздадим всем землю в равных правах. Каждый получит и так далее. Декреты земле. Чего армия хотела? Война идет. Войну закончить? Объявляют. Все. Декрет о мире. Чего он там стоил? Это уже другой вопрос исторически. Но до солдат доводят сведения, что все, войны не будет, вы идете домой. Поддерживают такую власть армия? Конечно, поддерживают. И третий декрет, чтобы поддержали образованные, грамотные люди. Декрет о русской орфографии. В ноябре 1917 года. Представьте себе, вот месяц только власти. То есть за первый месяц они издают этот декрет. То есть они еще ничего не успели сделать. Что значит месяц у власти быть? Что можно сделать? Вот в такой стране, вы представляете, да, Россию? Нет. Ну, по крайней мере, издать те законы, декларировать какие-то намерения, чтобы вас поддержали. Вот 1917. Что произошло? Ну, вот морозный Петроград. Тумба стоит, на ней наклеена мелким шрифтом. Написано, декрет о новой русской орфографии. Читайте, исполняйте. Кто будет писать по-новому? Никто не будет. Поэтому в 1918 году выходит еще один документ. Но он уже такого репрессивного характера. Он уже не для всех. Пишите, вот мы вам даем возможность, раз вы так мечтали писать по-другому, сблизить письменность и произношение. От кого зависит написание? Кто может повлиять в стране на то, что вы писали по-другому? Если бы вы захотели, чтобы в вашей стране... Конечно, педагогические работники, если не хотите, то их увольняли. Те, кто сопротивлялся новой письменности, те, кто просто уволили, остались без заработка. Еще кто? Это, конечно, чиновники. От них зависит. Ну, чиновники всегда готовы. Раз власть сказала надо, значит, чиновники выполняют. Выполняют. И есть третья власть, ее обычно называют четвертой почему-то. Это, ну, вы сейчас сказали, средства массовой информации, но тогда сказали работники печати. Печати, да, как вы напишите, как вы массово распространите эти тексты, так и будут. Люди будут читать и писать так же, как написано. По печатному. Печатному слову. Ну, тогда еще верили. Не сейчас иногда верят, но уже реже. Согласны с этим? Вот. Ну, а в типографии одновременно ночью пришли вооруженные солдаты и матросы и изъяли буквы. Буржуазные, антиреволюционные буквы. Букву и десятиречную. А как происходил набор в тот период? Маленькие буковки выкладывались на большие поддоны, наносилась типографская краска и прокатывались листы бумаги. Так получались газеты, листовки, книги. Дальше все уже брошюровалось, как нужно в том формате, в котором нужно. И вот вам печатная продукция. Эти буквы изъяли. За хранение буржуазных букв предполагался расстрел. Представляете, да, что это такое? Букву «ер» или современный твердый знак отменили только на конце слов. А в середине нет. А букву изъяли между тем. Как поступить печатному работе, даже если он желает написать правильно? Как вывернулись? Ставили верхнюю запятую или апостров. Значок. Некоторые до сих пор так пишут. Приходят студенты-диктанты, начинают писать, не пишут эту букву. То есть вот с тех времен, да, больше ста лет прошло, а вот эти последствия иногда проявляются. Что же происходит дальше? Но надо сказать, что ввели только первую часть всех изменений. Вот то, что было подготовлено в 2013 году. Понятно, что в 2017 году никто ничего, никакие документы не готовил. Но они сохранились с 1913 года. Их приняли. Отменить букву «ер» на конце слова, но в середине она остается. В окончании «ого» изменить только первую букву. И будем писать «красно-го». До сих пор мы так и пишем. То есть треть реформы была проведена. Добились. Нужны были социальные изменения. И вот письменность как раз это была социальная реформа. Почему-то назвали ее реформой Анатолия Васильевича Луночаска. Ну, исключительно потому, что он курировал. Так вот он никакого отношения к ней больше не имел. Ему дали поручение следить за тем, как продвигается изменение. Так, ну вот известный русский философ Иван Ильин. Сможете прочитать текст или мне прочитать? Написал. «Один русский ученый говорил мне, что они все твердят об облегчении. Пишем мы образованные, и нам прежнее правописание совсем нетрудно. О необразованной массе важно читать и понимать написанное. И тут старое правописание, верно различающее смысл для чтения и понимания, гораздо легче. А новое, кривописание, сеет только бессмыслицу. Что же касается упрощения, то идея эта сразу противонациональная и противокультурная. Упрощение есть угошение сложности, многообразия, дифференцированности. Почему же это есть благо? Правда, угошение искусственной, бессмысленной, беспредметной сложности дает экономию сил, а растрачивает душевно-духовные силы на мертвые ненужности, нелепо. Но сложность прежнего правописания глубоко обоснована. Она выросла естественно. Она полна предметного смысла». Иван Ильин. Статья «Как же это случилось?» То есть многие выступили против. И вы видите, приставка «без» остается как раз фонетический принцип. Поменяли написание в 1917 году. Но как только заканчивается гражданская война, Россия преодолевает разруху. В 1929 году учительская газета выступает с инициативой изменения русского правописания. Предлагается всего 15 правил, которые можно выучить за полгода. Хоть взрослые, хоть дети могут выучить за полгода. И вот образец, который был, кусок, фрагмент я взял, текста, который был напечатан в учительской газете в 1930 году. Вполне могла бы такая реформа пройти. Сможете прочитать этот текст? Да, многие сейчас так пишут, потому что вольное написание. Лишь бы было понятно. Но реформа не состоялась. В 1937 году вводят временный орфографический режим во всех образовательных учреждениях. Что значит временный? Значит, скоро что-то изменится. Что значит режим, когда современные педагоги приходят в школу и вдруг слышат орфографический режим. Они спрашивают, что у вас здесь режимное учреждение. Но сейчас иногда говорят регламент, орфографический регламент. То есть, чтобы писали одинаково. Чтобы во всех школах учили одинаково. Потому что те правила, которые были введены, не удовлетворяли. Потому что реформа была проведена только на треть. И в 1940 году уже готовились документы. Раньше выходили. У меня есть такой уникальный документ. Свод 1938 года. Проект введения. И вполне возможно, что уже были бы новые правила написания. Но начинается Великая Отечественная война в 1941 году. И не состоялась орфографическая реформа. Изменения орфографии не произошли. Дальше сложные послевоенные годы. И реформа была подготовлена. Но в 1953 году умирает Иосиф Истарионович Сталин. И подготовленная реформа. Что с ней происходит? Ее выносят на всеобщее обсуждение. Нужно было что-то дать массам. И вот дают новые правила. И, конечно же, опять начинается шум. Все недовольны тем, что предлагают ученые. Как писать, как изменить. И раскалывается научный мир на новаторов и консерваторов. Консерваторы считают, что нужно предельно сохранить существующую письменность к тому времени. Чтобы не вносить какой-то разброд революционную мысль в массы. Что ни к чему хорошему это не приведет. Если сейчас резко изменится орфография. Это середина 50-х. То есть после 20-го съезда партии. Очень такое шумное время. Шестидесятники. Новаторы, наоборот, считают, что все нужно кардинально поменять. И в 1900... Побеждают, конечно, консерваторы. В 1956 году принимается такой документ. Правила русской орфографии и пунктуации. В комиссию входят известные ученые. Возглавляет ее академик Шапира. Сергей Иванович Ожегов. Видите его портрет. И Дитмар Лешевич Резенталь. Тогда он был значительно моложе. Тогда его только назначили на должность главного редактора одного из ведущих журналов. Это журнал «Русский язык в школе». И Дитмар Лешевич Резенталь становится как раз популяризатором. Все это орфографически он адаптировал. Правила русской орфографии и пунктуации их использованию. В 1956 году произошли изменения. До 1956 года ИТ писали с двумя Т. Если вы читаете книгу какую-нибудь сразу, послевоенное издание или довоенное. А потом по-прежнему писали раздельно. Писали писать через дефис. «Сыграть» писали с буквой «И», как раз вводят это правило написания букв «И», «Ы». «Темно-каштановый» писали слитно. Ну и некоторые другие. Как бы отдельные написания. Если бы реформа не произошла, то могли бы быть такие написания, которые сейчас мы воспринимаем как ошибочные. В 1964 году большая группа ученых выступает с идеями изменения написания. После буквы «С» в русской письменности непоследовательно пишется то «И», то «Ы». Чаще всего пишем букву «И». Предлагают всегда после «С» писать букву «И». Ну вот слово «заяц», да, посмотрите, чтобы отражало фонетическую природу. Убрать мягкий знак, по крайней мере, после «Шипящих» на конце слов. Ну и в середине тоже. Но реформа не состоялась. Были уже другие политические времена. Никите Сергеевичу Хрущеву уже не нужно было проявлять такую вот народность, которую сначала, да, вот все для народа. И в современной письменности появляются зоны вариативности. Это прежде всего написание заимствований, правописание согласных, удвоенных согласных. Это прописные и строчные буквы, слитное, раздельное, дефисное написание. Правописание аббревиатур не регламентируется правилами. То есть есть зоны, для которых не существует правил. Да, удивительно, столько правил, и не все описывают. Отдельное написание, связанное с интерпретацией правила. И вот в 1999 году выходит русский орфографический словарь. И когда я впервые его увидел в 1999 году, ну, как бы описать это состояние лучше, был изумлен. Почему? Никакой реформы не происходит, а в конце словаря вдруг есть список слов, которые изменили свое написание. Как так изменили? Вот они до этого писались так, а потом изменили. И русский орфографический словарь, каждое его новое издание, меняет написание. В 2000 году в России изменяется политическое руководство, и сразу же появляется проект свода нового русского прописания. Мы на кафедре писали рецензию на этот проект, что плохо, что хорошо. Но в любом случае не состоялась эта реформа по разным причинам. Сейчас трудно судить, почему, но как основную причину называют то, что готовили в Москве проект, а власть пришла из Петербурга. Опять Москва и Петербург, столкновение. Ну, что там было? Это все имело продолжение. В 2006 году выходит новый справочник под редакцией Владимира Владимировича Лопатина. И, в общем-то, если мы сравним проект, который, в общем-то, одна и та же книга, может быть, там с некоторыми изменениями, там последняя часть убирается, где были подробно расписаны изменения, предлагаемые орфографической комиссией, появляются два справочника. Один справочник 1956 года, я вам показывал, другой справочник новый. Один устарел и не отвечает требованиям, другой никем не утвержден, не принят. Более того, в 2009 году появляется приказ Министерства образования, подписанного министром, со списком словарей. Вот в сентябре тогда была опять большая шумиха в средствах массовой информации. Как же так? Во главе, я не буду комментировать все словари, стоял орфографический словарь. Если бы это был один из просто словарей, приходим в книжный магазин в Петербурге, и стоит там 30 орфографических словарей, побольше, поменьше, разные авторы, разные составители. Какой вы выберете? Вот 30 словарей, все называются одинаково, орфографические словарь русского языка. Есть толстые, есть потоньше, есть двухтомные, есть карманные. Какой вы выберете? Который в карман войдет, правильно, да? А вдруг там ошибки? А как узнаешь? Или тот, который подешевле? Как выбрать орфографический словарь? И вдруг в 2009 году утверждают единственный правильный. Что это значит для других словарей? Вот один правильный, а другие словари, значит, неправильные. Коммерческий проект. То есть все остальные словари автоматически становятся макулатурой. Или они должны быть выверены, то есть их нужно выверить сначала. С этим словарем, потом переиздать их, исправить все расхождения. Да, если бы... Ну вот два словаря, большой орфографический словарь русского языка под редакцией Льва Ивановича Скворцова. И орфографический словарь петербургский Николая Васильевича Соловьева, составленный Николаем Васильевичем Соловьем. И вот им противопоставлен в 2010 году, как давно это было, мы проводили со студентами исследования, сравнивали эти три словаря, и студенты выписали более 500 слов, которые находят расхождение в этих трех словарях. Да, понимаете, что это очень много. Что же не так? Ну вот есть и другие словари. Что же не так? В словаре известных ученых Брониславы Зиновны Букчиной, Инны Константиновны Сазоновой и Людмилы Константиновны Чельцовой. Они авторы многих словарей, известные лексикографы. Ну, прежде всего, Бронислава Зиновна Букчина занималась всю жизнь слитным раздельным дефисным написанием, у нее накопился большой материал, и весь этот материал, как мне кажется, вошел в этот словарь. Очень много слов, которые, в общем-то, и не нужны. Вот там Апонта, Инплана. Наверное, они где-то когда-то встретились в каких-то текстах и были найдены ученым. Но вот они вошли в этот словарь. Адограф. Здесь написано, что это такое, но это явно специальная лексика. Добавлены просторечия, которые никогда не входили в нормативные словари. Нормативные словари описывают только литературный язык, а просторечие остается за пределами литературного языка. Дублетные формы. То есть обычно в словаре дается частичка полу, пишется, что с именами собственными всегда пишется через дефис, а здесь целый список слов. То есть достаточно было вот просто написать, задать часть правила. Расширение словника, то же самое, позднее. То есть слова всегда пишутся слитно, зачем их носить в орфографический словарь, и так понятно. Достаточно сделать одну словарную статью. Ну, тут загадка. А-ля. А-конта. А-контра. А-покрой. А-силуэт. Ну, а капелла пишется раздельно. То есть, ну, некоторые нелогичны с точки зрения представления языкового материала. Долго выясняли, что такое А-покрой. Ни в одном из словарей не нашли, но очевидно, это вот покрой расклешенный чего-то, да. В виде буквы А-покрой. Ту же самую проблему имеют и современные школьные орфографические словари. Сейчас, ну, уже через 10-12 лет после этого скандала, конечно, упорядочивается ситуация. Основным словарем становится российский, русский орфографический словарь под редакцией Лопатина. Он переиздается регулярно, в него вносятся исправления, добавления. Ну, вот только один пример приведу со словом «интернет». Первоначально словарь предлагал интернет писать только с прописной, то есть только с большой буквы. Но в четвертом издании уже появляется вариативное написание. Интернет можно писать с прописной, как название вот этого объединения компьютерной сети. И можно писать со строчной, как средство связи. То есть у слова «интернет» появляются разные значения. И вот два справочника. Правила русской орфографии и правила русской пунктации. Марина, сколько у меня времени еще? 10 минут. Хорошо, мы как раз успеем прочитать правила. Что пишется через дефис? Это правило 2006 года. Параграф 138. В главных, последних, по-своему. Но появляются новые написания. По-дефис, социал-дефис, демократический. По-дефис, жюль-дефис, верновский. По-дефис, тети-дефис, валеном. Слова через два дефиса. Плюс еще примечание. Читать по латыни. То есть на латинском языке. Но занятие по латыни. По матери. То есть ругаться мату. По матушке. По человечеству. Сразу возникает вопрос. По существу, как писать. Сравним с правилами 1956 года. Хотя в предисловии к справочнику 2006 года говорится о том, что никакие изменения включены не были. Что только дополнения. Но как мы видим, правило несколько иное. И формулируется иначе. То есть если, допустим, человек знал правило, зафиксированное в справочнике 1956 года, то здесь ему нужно переучиваться. По социал-демократическому. Пишется только с одним дефисом. А слов с двумя дефисами мы не наблюдаем. Скажите, это одно и то же правило? Или получаются разные правила? Орфограмма одна и та же. Трудность одна и та же. А правила и формулировки, и примеры, и сами написания. Разные правила. То есть постепенно орфография изменяется. Изменяется практика написания. Появляются новые функции в орфографии, которые мы видели в начале лекции. Ну и для чего нам нужна орфография? Когда мы обучаем орфографии. То есть цель орфографии служить удобным средством письменного общения. Поэтому ее прямое назначение точно и ясно передавать содержание речи. Выражать те или иные мысли. Александр Николаевич Гвоздев, выдающийся русский лингвист. Поэтому мы с вами можем сделать вывод, что русская орфография – это развивающееся явление. И сейчас готовятся новые проекты по изменению правил, по внесению правил. Сейчас готовится новый свод, адаптированный для преподавания русского языка в школе. Потому что правила, созданные под редакцией Владимира Владимировича Лопатина, уже несколько раз переиздававшиеся, они сформулированы с позиции ученых. И некоторые формулировки для школьников, иногда и даже для учителей, просто непонятны. А правила 1956 года, они уже значительно устарели и по терминологии, потому что изменилось отношение к разным явлениям языка, и по тому, что описывают, и самое главное, по примерам. Все примеры советского периода, реалии советского периода, конечно, невозможно ими пользоваться, потому что появились новые названия. И нужно объяснять, почему они так пишутся. Мы с вами можем сделать вывод, что русскую орфографию нужно любить, изучать, и изучать ее можно бесконечно. Спасибо. Если есть вопросы, буду благодарен. Что бы вам хотелось узнать о русской орфографии? Пожалуйста. Вопрос такой есть? Нет, да? Да, пожалуйста, пожалуйста. У нас такой вопрос. Я саму мнение, например, о том, что сейчас такая интервенция, что вы, кстати, маленькая работа, то есть это неожиданно, как бы уполнен, что вы положительная форма, например, для одного людей, а вы это разрушаете, то есть вы делаете в том, что вы занимаетесь. Я понял. Я знаю, что вы думаете, а мы уже не пропустили, но там вешать. Спасибо, спасибо. И тогда тенденция писать всегда с маленькой. Да, наоборот. Есть тенденция вот именно использовать в уважительном значении. Тенденция есть, но правила нет. Вы, вас, вам, ваш, да. Тем самым выражая уважение. Такая этикетная функция русской орфографии. Но в современных справочниках эта функция не закреплена. Здесь есть такой термин языковые предпочтения. Как вам нравится больше. То есть вот это такая зона вариативности. То, что не запрещено, то разрешено. Да, то есть если человек написал «в» с маленькой буквы, ну, он просто не обратил внимания, да, никак это не маркировано. Если написал с большой, то и он выразил уважение, да, то есть он проявил какое-то, он считает, что вот так правильно. Если только, да. Если будут новые правила, будем смотреть, что написано в правилах, да, и внесут они эти изменения. или не внесут, связанные с прописной строчной буквой. Спасибо за вопрос. Интересные вопросы. Всегда вызывает такой вопрос. Способность к размышлению над русской орфографией. Почему, да? То есть у нее не только регламентирующие, нормативные функции. Можно выразить уважение русской орфографии, да. Можно воздействовать русской орфографией, используя большие и маленькие буквы. Да, если мы перейдем там интернет-общению, интернет-коммуникации, то там появляются уже новые особенности русского письма. Да, допустим, все прописные. Кэплокс. Нажимаете, да, и у вас получается слишком громкая речь. Это ведь тоже орфография, да. То есть вы используете буквы, вы смешиваете, допустим, кириллицу и латиницу. Вот слово интереснее, да, у нас было в рекламном тексте. И у вас получается что-то свое, языковая игра. Для этого тоже подходит русская орфография. У нее много функций. Какая функция нам нужна здесь сейчас? Для обучения, конечно, нам нужна нормативная функция, ортологическая функция. Спасибо большое. Очень приятно.